Меня зовут Эмиль Саид Махмедов, я являюсь представителем Украинской Федерации Хортинга в Автономной Республике Крым. Расскажу вам немного вкратце, как я попал в эту федерацию и почему вообще меня это привлекло. Я ранее работал не один год и был начальником отдела семьи молодежи и спорта в городе Судаке и начал тесно сотрудничать с Халиловым Шевкетом Бекировичем, который был представителем Украинской Федерации Хортинга в Крыму. Мы начали с ним сотрудничать, организовывали мероприятия. Через наш бюджет города Судакам мы как-то пытались вытащить денежки на проведение данных мероприятий, чтобы это финансировалось государством, городом. Почему меня привлек именно этот вид спорта? Прилег к тем, что в дальнейшем он должен был получить статус национального вида спорта. В данный момент он уже его получил. И когда я начал заниматься и рассматривать документацию данного вида спорта, я понял, что это не какой-то действительно такой вид спорта, который не движется никуда, стоит на одном месте и открывает только секции, для того, чтобы просто заработать денег. Когда я изучил документацию, понял, что вид спорта, который национализируется, который вносится в единую спортивную квалификацию, и когда спортсменам уже дается возможность получения спортивных разрядов и тому подобное, я понял, что этот вид спорта действительно будет развиваться на территории Украины, что это действительно перспективно, это действительно наш вид спорта национальный. И не поддержать его, не влиться в эту структуру, это было бы преступлением с моей стороны, потому что я уже там очень много пробыл, и с этим человеком, Шевкетом Бикировичем представителем, очень много проработал. И как бы я даже долго не думал и сразу влился в эту сферу. В данный момент я уже как бы не работаю в отделе семьи молодежи и спорта, теперь я полностью как бы вливаюсь в работу нашей Федерации. В планах у нас открытие местной ячейки в городе Судаке, Украинской Федерации Хортинга в городе Судаке. Подготавливается документация необходимая. Будут открываться уже с сентября, с нового учебного года, будут открываться еще две спортивные секции. В данный момент у нас в Судакском регионе их три, будет уже пять. В Крыму у нас сейчас очень быстро развивается этот вид спорта, популяризируется и в городах таких, как в поселке Кировское, в городе Алушта, в городе Евпатория, Севастополь, Симферополь, Феодосия. И я думаю, что наша совместная деятельность, очень тесная деятельность с Национальной Академией Педагогических Наук и всех федераций областных, будет содействовать очень быстрому и масштабному развитию именно нашего вида спорта национального. И привлечет очень большие слои населения, не только детей, молодежи, но и более взрослых людей, которые, может быть, у них проснется действительно патриотичность, где-то там внутри, в закоулках их души, и это их немножко тронет, и они действительно повернутся к нам в лицо, мы будем вместе мы сотрудничать. И потом, в дальнейшем, работая в этой сфере, я понял, что на этом не стоит останавливаться только на том, чтобы просто тренировать, просто развивать в каком-то определенном месте, в каком-то определенном городе данный вид спорта. Нужно его развивать и в научной, со стороны науки тоже. Поэтому я решился на такой шаг, и это очень большой шаг в моей жизни. Таких больших шагов бывает не очень-то много, но решился и вот сегодня стал аспирантом Национальной Академии Педагогических Наук Украины, Лаборатории физического воспитания, стал аспирантом. И думаю, в дальнейшем по теме, буду писать диссертацию по теме воспитания мужества у старшеклассников в процессе занятия видом спорта хортинг. И думаю, что в дальнейшем мы будем очень тесно работать и с Национальной Академией, и с Украинской Федерацией хортинга. Будем работать все вместе, сообща, для развития хортинга не только на территории Украины, но и за рубежом. Спасибо.